В столице Афганистана в результате теракта смертника была подорвана полицейская машина Европейского Союза. Один прохожий погиб, еще как минимум пятеро были ранены. Теракт произошел перед штаб-квартирой миссии полиции Евросоюза в Кабуле. Всего через несколько дней после того, как воинские подразделения международной коалиции, возглавляемые США, официально покинули Афганистан, возложив поддержание безопасности в стране на национальную армию и полицию. В Белоруссии прошли похороны бывшего министра сельского хозяйства Василия Леонова, известного ранее критика правительства президента Александра Лукашенко. Леонов скончался 4 января в возрасте 76 лет. В конце 90-х он был приговорен к трем годам заключения по обвинениям в коррупции, которые многими считались политически мотивированными. Известный в Белоруссии книгоиздатель Игорь Логвинов прибыл в суд в Минске, чтобы опротестовать решение о выплате его издательством штрафа в 92 тысячи долларов за работу без лицензии на право издательской деятельности. Он заявил, что в течение прошлого года подал 6 запросов на возобновление лицензии, однако всякий раз получал отказ властей. Издательство Логвинов было лишено лицензии осенью 2013 года за выпуск фотоальбома, включавшего снимки полицейского насилия в Белоруссии. Суд решил, что сборник является экстремистским материалом. В центральной части Боснии и Герцоговины в результате оползня, разрушившего несколько домов, один человек погиб и трое были ранены. Оползень возник на одном из отвалов угольной шахты. Из местного поселка пришлось эвакуировать 18 семей.